Меня зовут Хайм Урбах. Я сын выжившего в Холокосте, который пять лет провел в Советском Союзе, включая год в Сибирском Гулаге. Мои предки были польскими евреями, которые встретили друг друга в Израиле, где я и был рожден и вырос. Мои родители пришли к вере в Ишуа, как Машеха, и я рос уже с осознанием этого, но все равно, конечно же, нуждался в личном опыте, личных отношениях с Богом. Это привело к шести годам растерянности и исканий, когда мне было около 20 лет. В эти годы я находился в определенном смущении по отношению к сильным убеждениям касаемо понятия хэсет, милость Божья. Я проходил через борьбу и пытался прийти к пониманию, каков Бог, мой Бог, а не Бог моих родителей. Также я вырос в довольно христианской среде, потому что в те годы, около 50 лет назад, общее понимание было таким, что если ты еврей, который начал верить в Ишуа и принял его в качестве Машеха, то это означает, что вы по существу уже не евреи. И вот мы были словно между двумя жерновами. С одной стороны, синагога, где наш народ относился к нам как к сумасшедшим, как к тем, кто оставил иудаизм и его ценности. А с другой стороны, церковь, отношение наших единоверцев в Ишуа, как Машеха, было в то время таковым, уж если вы приняли Ишуа, то его еврейская идентичность больше не играет роли, а имеет значение только ваше посвящение вере и рост познаний того, кто такой Ишуа, Иисус, и духовный рост. Вот в какой среде я рос, и каково было мое мышление, но одна проблема все же оставалась актуальной. Я не осознавал, кем меня сотворил Бог, а Он сотворил меня евреем. Я был просто не способен охватить эти две грани моего естества. Последователь Ишуа и еврей, сын человека, пережившего Холокост. С другой стороны. И, помимо всего прочего, по материнской линии, я потомок в 16-м колене от одной из наиболее значимых личностей в раввинистической среде 17-го века, Рави Мозас Исалес, который адаптировал Шульхана Руах для ашкинатской общины. В семье моей мамы все были горячими сионистами, потому они оказались в Израиле к 30-м годам 20-го века до начала Второй мировой войны. Итак, частью моей внутренней борьбы стала дилемма, как объединить свою веру, как ученика Ишуа, и мою еврейскую идентичность. И любая борьба предполагает колебание маятника из стороны в сторону, ведь это определенный вызов для нас. У нас должно быть правильное понимание и баланс в том, кто мы и как последователи Ишуа, и как евреи. Само собой, разумеется, этот процесс берет немало времени для пути созревания и развития. Я наблюдал за тем, что происходит, и хочу поделиться парой конкретных направлений этого процесса, с которыми я столкнулся в своей жизни. Как я упоминал ранее, я возглавляю мессианскую еврейскую общину, и частью процесса становления для нас была уверенность в том, что нам необходимо включить основные аспекты традиций, еврейской традиции, в наше богослужение. К сожалению, сегодня немало евреев, верующих также в Ишуа, отвергают это, но для нас такой подход был очень ясным. Ведь мы верим в тот факт, что жизнь и служение Ишуа и его учеников, апостолов, свидетельствовало, что они соблюдали Тору и были евреями. Поэтому часть нашего богослушения мы решили построить вокруг чтения, историй и традиционных молитв. Но, помимо этого, мы используем и не такие традиционные формы поклонения, которые включают в себя пение и танцы во славу Творцу. Еще один способ выражения нашей идентичности, важный для нас, это взаимодействие с еврейской общиной. И это то, что мы делаем в последние несколько лет все более конкретным образом, выстраивая мосты с нашей традиционной еврейской общиной в Денвере. У нас есть несколько основных путей, один из которых связан с Йом-Ашуа, Днем памяти жертв Холокоста. В Денвере есть парк, названный в честь Бабьего Яра. Он был создан еврейской общиной в память о тех событиях, и каждый год в преддверии Йом-Ашуа в этом парке мы проводим особенный марш. На церемонии, посвященной памяти Бабьего Яра, мы сотрудничаем с еврейской общиной. В церемонии принимают участие люди из нашей общины, которые пережили Холокост. Это важная часть роста для нас, не только стратегического, но и душевного роста в том, как мы более тесно связаны с еврейской общиной города. Другая сфера нашего взаимодействия строится вокруг Израиля и поддержки существования государства. Это и марш для Израиля, и многие другие пути проявления нашей поддержки еврейскому государству и противостояния антисемитизму. И это все привело к тому, что стало расти число евреев, видящих нас частью еврейской общины, несмотря на тот факт, что те категорически не принимают нашу веру в Ешо как Машиаха. Тем не менее, этот подход требует взвешенности. На протяжении долгого времени я видел, как люди перемещаются из одного конца спектра к другому. Я видел людей, которые были очень неуверенными в своей еврейской идентичности, и для них процесс общения с нашими людьми смещал их балансировку, принося угрозу падения в бездонную яму, потому как чем больше они себя идентифицировали с еврейским народом, тем шли дальше и дальше, вплоть до того, что их посвящение Ешо как Машиаху уходило на второй план, а это уже нас настораживало, потому что это последнее, что нам хотелось бы видеть. Мы верим, что Бог — это Адонай Шалом, Бог мира, целостности и баланса. Это то, над чем мы работаем, и это процесс. И этому мы стремимся учить наших людей в общении Ешеват Сион, так называется наша община. Этому я пытаюсь учить и в Денверской семинарии, где у нас существует программа по мессианскому иудаизму. Там мы изучаем основы, что это значит быть последователем мессианского иудаизма, а также это курс для тех, кто чувствует призвание служить народу, быть с нами, служить с нами и поддерживать Израиль, научиться от нас, и это все часть процесса. Я очень благодарен Богу, что в эти последние дни Он даровал нам это непростое призвание служить, благодаря которому мы можем видеть, как Его рука раскрывает все больше и больше сердца нашего народа и дает возможность общения с ними. Один из вызовов, предстающих перед служителями, является то, что мы должны не забывать о тех приоритетах, что существуют у Бога. И Писание вполне ясно нам говорит о том, что Бога более всего беспокоит происходящее в сердце человека. И это то, что зачастую скрыто от глаз, но, тем не менее, именно оно формирует наше мировоззрение. Конечно, мы склонны стремиться к вещам внешним, видимым, практическим, которые можно пощупать, прикоснуться. Однако эти внешние вещи могут выступать и в роли символов большей духовной реальности, существующей в нас и требующей практического выражения. Так мы воодушевляем наших мужчин носить кипы, ярмолки, но не потому, что хотим выглядеть как ортодоксальные евреи, но как выражение факта идентичности с культурой нашего народа. Также кипа – это традиционная еврейская символика, покрытая голова, символ Божьего покрытия, его защиты. Вот почему мы носим кипы. Не из-за законничества. Это означает, что люди, пришедшие к нам недавно и не знакомые с этими традициями, имеют достаточно времени для того, чтобы проникнуться этой культурой. Ведь мы пытаемся учить этому открыто так, чтобы люди могли для себя понять, как все это соотносится с их взаимоотношениями с Богом. Подобное происходит и с ношением талитов. Это тоже выражает наше отношение к Богу, Его покрову. Но также эта традиция отсылает нас к заповеди в Книге Чисел, а циците – тоже придающей идентификацию народу. Однако необходимо вполне ясно людям объяснять, что эта четырехугольная одежда с бахромой, цицитами, когда ее одевают вне служения, является символом приверженности к ортодоксальному иудаизму, а мы все-таки последователи Ешуа. Разве что только если мы призваны особенным образом для служения в стиле ортодоксального иудаизма с посвящением в это, но мы не хотим быть источником неоднозначного, смущающего послания, так что касаемо всех этих вопросов мы пытаемся привить людям здравое понимание, что и почему они делают, и что все это следует делать с правильными мотивами и чистым сердцем. И основу учения об этом мы находим в послании Рава Шауля к римлянам, в 14 главе, где он ясно говорит, что, во-первых, если человек делает что-либо или не делает, то это находится в плоскости его взаимоотношений с Богом. А во-вторых, он предупреждает нас от осуждения тех, кто обладает другим подходом к этим вопросам, к чему мы, увы, зачастую склонны. К сожалению, когда мы видим, что кто-то делает что-либо иначе, мы склонны тоже впадать в осуждение, задаваясь вопросами, почему это они так делают. Шауль вполне ясно напоминает нам, что праведный судья – только Бог. Никому из нас не дозволено сидеть в осуждении, обвиняя других верующих в том, что они делают что-либо или не делают что-то. Писание довольно выразительно приводит нам пару фактов. Так говорит Бог через пророков о том, что рассеет народ Израиля по всем углам земли из-за греха, и это очевидно произошло. Сегодня мы можем встретить евреев в таких отдаленных уголках, Йоханнесбург или Архангельск, на севере, юге, востоке и западе. Тем не менее, каждому человеку, знающему историю сионистского движения, известно, что Бог использовал исторические, социальные, культурологические факторы для того, чтобы вновь собрать еврейский народ в эту страну. Иногда это становилось следствием гонений, как в России или в Восточной Европе конца 19 века, и, конечно же, в результате Холокоста. И все это вполне ясное воплощение Божьего плана по возвращению израильского народа обратно. Но у некоторых людей в церковной среде стало популярным понимание, что, дескать, возвращение евреев, да, это часть Божьего плана, а вот создание государства Израиль ничего общего с Божьим планом не имеет. Я считаю такую точку зрения откровенной глупостью, просто потому, что невозможно собрать народ в одном месте географически, не создав при этом государство. Слово Божье очень ясно говорит, что Бог устанавливает руководящие органы над людьми, и, поэтому, если Бог возвращает народ Израиля в его землю, Он и ставит правительство над ним, чтобы существовало еврейское управление над народом, потому что, если бы существовало арабское правительство над евреями здесь, на этой земле, то многое пришло бы в запустение. И поэтому, исходя из целостной макроперспективы, да, это абсолютно воля Божия, чтобы вернуть еврейский народ в эту землю. В то же время, на микроуровне, на индивидуальном уровне, нам нужно сделать шаг назад и признать, что у Бога есть конкретное задание для каждого человека. Мы понимаем, что Бог призывает, и Он работает с каждым человеком лично, и индивидуальная перспектива для каждого из нас может весьма отличаться. Да, это, безусловно, Божья воля в созидании Израиля сохранить нас от ассимиляции в других народах. И Он каким-то образом совершает это вот уже на протяжении двух тысяч лет. Вполне ясно, что мы остаемся евреями, так что у Бога есть и большая цель для Израиля, и для других народов через Израиль, но также есть индивидуальное призвание, которое варьируется от человека к человеку. У Бога есть конкретный призыв и поручение для каждого человека, для каждого еврея. Я считаю, что с течением времени все больше и больше евреев Господь соберет на этой земле. тем не менее, у Бога есть место и применение и для тех евреев, кто все еще в диаспоре, но оно есть до того момента, пока они остаются там из-за Божьего водительства, а не из-за переживаний о трудностях, которые их могут ожидать в Израиле. Теодор Герцель сказал, работа с евреями это не для слабых духом. И это, безусловно, относится ко всем, кто приезжает в Израиль, совершая алию. Им стоит быть весьма уверенными в Божьем призвании, стоит быть оснащенными от Бога и силой и хохмой мудростью для того, чтобы быть способными вынести приготовленное для вас Богом. Как бы то ни было, мы должны не забывать и то, что Бог использует евреев, последователей Ешоа в самых разных местах и вне Израиля. Хороший пример тому епископ Шерешевский, который в 19 веке перевел Новый Завет на мандаринский диалект китайского языка. И было много других замечательных примеров, подобных этому. Потому я не согласен с категорическим заявлением о том, что все еврейские верующие должны обязательно быть в Израиле именно сейчас, именно в этот период времени. Снова, как мы видим, и да, и нет. Да, это Божий план и предназначение Израиля для еврейского народа, верующих евреев. Однако, в последние дни каждому из нас нужно быть предельно уверенными в личном призвании от Бога в этой земле. Жизнь еврейского верующего в Ишуа, где бы то ни было, в Израиле или в Диаспоре, это своего рода вызов. И как ученики Ишуа, порой мы теряем фокус, впадаем в уныние, как говорит об этом Рав Шауль, апостол Павел, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время, которое Бог приготовил нам, пожнем, если не ослабеем, не сдадимся». И для нас, еврейских последователей Ишуа, сбор плодов и хороший урожай, это весьма долгосрочная перспектива. Это требует времени и глубокого посвящения, ожидать Бога, наблюдать за тем, как Он работает, и быть верным в том, к чему Он нас призвал. Как мы и говорили, нам необходимо быть верными, как верен Он, полагаться на Него для того, чтобы иметь возможность повлиять на жизни других людей, особенно представителей нашего народа, евреев, которым нужно не просто услышать Слово, но увидеть силу Божью, проявляющуюся в их жизнях. Да благословит Господь вас и сохранит, да озарит Господь лицо свое для вас и помилует вас, да обратит Господь лицо свое к вам и даст вам мир во имя Иешуа Машеха, Господа мира. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok